Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века. Тема сегодняшнего занятия — «Единая всемирная религия». В Откровении 13.8 говорится о времени, когда у всех людей будет одна религия, и поклоняться Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. В Библии говорится, все люди примут всемирную религию и поклонятся Антихристу. Исключением будут только те люди, чьи имена записаны в книге жизни. Библия предупреждает, что всех, кто примет всемирную религию, будет ожидать суровое наказание. В Откровении 13.15 сказано так, «И дано было ему, лжепророку, вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». В Откровении 13.16 говорится еще об одном наказании. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Кто откажется подчиниться мировому правительству и отвернется от мировой религии, либо будет убит, либо отрезан от всех экономических операций. В настоящее время принято считать, что все войны возникают по двум главным причинам – из-за межнациональных конфликтов и из-за конфликтов на религиозной почве. Многие люди выступают за то, чтобы упразднить нации и перейти в новую эру всемирного правительства. Более того, много усилий уходит на то, чтобы добиться согласия между религиями и таким образом устранить религиозные войны. Принято считать, что создание одного мирового правительства и одной мировой религии навсегда избавит человечество от проблемы войны. На прошлых занятиях мы изучали пророчества, которые указывают на формирование всемирного правительства. Это ожидает нас в будущем, и мы уже к этому идем. А сегодня мы будем говорить о приходе всемирной религии. Библия предсказывает, что в будущем на Земле будет одна мировая религия. На основании Писания в последнее время на Земле будет единая политическая, религиозная и экономическая система. В 1987 году в своей книге «Перестройка» Михаил Горбачев описал, как будут разворачиваться будущие события. В своем труде он подчеркнул опасность религиозной исключительности. Между прочим, он разослал свою книгу главам всех государств того времени. Четвертым пунктом в его списке было искоренение геноцида, апартеида и религиозной исключительности. «Искоренить что-то значит полностью уничтожить». Горбачев настаивал, что мы раз и навсегда должны избавиться от всех форм геноцида, апартеида и религиозной исключительности. Интересно, что религиозная исключительность стоит в одном ряду с геноцидом. Нам известно, что геноцид — это причинение физического или умственного вреда какому-то меньшинству, расовому, религиозному или сексуальному. В наше время человека могут обвинить в преступлении на почве ненависти при всем том, что он никому не сделал больно. Достаточно всего лишь сказать что-то не то. Так что вас могут обвинить как в умственном геноциде, так и в религиозной исключительности. Если вы считаете, что спасение только в вашей религии, и что другие религии не ведут человека к Богу, значит, вы виновны в религиозной исключительности. Например, Иисус Христос сказал, «Если не поверите, что я Мессия, то умрете в ваших грехах». Апостолы говорили так. «Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым мы могли бы быть спасены». Подобные утверждения считаются экстремистскими и относятся к категории религиозной исключительности. И неудивительно, ведь сам Христос претендовал на исключительность. Помните, как Он сказал, «Я дверь овцам». Кто входит в овчарню не через дверь, а забирается как-то иначе, тот вор и гравитель. Однако Горбачев учил иначе. Мы должны избавиться от любой формы религиозной исключительности. Даже если мы не согласны друг с другом, я должен считать, что твоя религия имеет право на существование, а ты должен уважать мою религию. Все равно никто не знает истину, поэтому моя истина может не быть твоей истиной. На сегодняшний день интеллигенция по всему миру приветствует именно такое отношение, которое постепенно проникает в массы. Как же нам решить проблему религиозной исключительности? Религиозной терпимостью и объединением вероисповеданий. Это значит, что если тебя устраивает твоя религия, я не буду оспаривать ее и не буду отговаривать тебя от твоих убеждений. Ты уважаешь мою религию, я уважаю твою. Мы все живем дружно, и у нас нет поводов для религиозных конфликтов. Подобный призыв к межрелигиозному единству находит большую поддержку среди многих политических лидеров. Один из таких лидеров — Джордж Буш-младший. Послушайте, как он высказался о религиях мира в одном из интервью. Считаете ли вы, что и христиане, и мусульмане поклоняются одному Богу? Да, я так считаю. К Всевышнему ведет множество дорог. Скажите, Абин Ладен и Абу Масуб Аз-Заркави молятся тому же Богу, что и мы? Они молятся ложному Богу, иначе они не убивали бы невинных людей. А как вы считаете, на небо идут как христиане, так и нехристиане, и мусульмане? Да, именно так. На небо ведет множество дорог. К Всевышнему ведет множество дорог. Вот так. Президент Буш утверждает, что мусульмане, евреи и христиане молятся тому же Богу, и что все они идут на небеса. Вот вам и наглядный пример религиозной терпимости и единства. Нынешний президент Барак Обама тоже верит в объединение религий и пропагандирует его при всякой возможности. Во время его инаугурации было произнесено три отдельные молитвы. Первая молитва была произнесена евреями и мусульманами. Вторая — Джином Робинсоном, епископом-гомосексуалистом, служителем епископальной церкви. А третья молитва была произнесена евангельским пастором Риком Уорреном. Таким образом, президент Обама сделал громкое заявление о том, что все эти религии истинные, и что он выступает за объединение религий. Прежде нежели мы сможем понять движение за межрелигиозное единство, нам нужно познакомиться с его предшественником, экуменическим движением. Экуменизм — это движение за объединение всех христианских церквей и деноминаций. Движение по объединению всех христиан и всех христианских конфессий началось со Второго Ватиканского Собора в 1962 году. На этом соборе, созванном Папой Иоанном XXIII, Римско-католическая церковь утвердила обращение ко всем своим отпавшим дочерям. Речь идет о протестантах, которых она призывала вернуться домой. В основу убедительного призыва к протестантам были положены слова самого Христа. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал меня». Это из Евангелия от Иоанна, глава 17, стих 21. Еще они цитировали следующий отрывок. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Католическая церковь сказала, «Как мы сможем обратить в веру мир, если мы, христиане, раздроблены?» Это обращение оказало на христианский мир большое влияние, потому что все христиане стремятся к единству. Однако с самого начала экуменическое движение таило в себе смертельную опасность. Призыв к единству основывался не на истине, а на компромиссе. Во имя единства нас призывали отбросить прочь бесценные библейские истины, за которые наши духовные отцы положили свои жизни. Если бы призыв к единству основывался на истине, тогда все верующие собрались бы вместе и начали исследовать основополагающие доктрины христианской веры. Они бы молились и вместе изучали Библию до тех пор, пока не докопались бы до истины. Вот чему учит Писание. Только тогда истинное единство стало бы возможным. Однако единство, к которому нас призвали, основывалось не на истине, а на компромиссе. В результате слово «доктрина» стало чуть ли не ругательным словом. И это к большому сожалению, потому что апостол Павел написал Тимофею следующее «вникай в себя и в учения, доктрины, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». Мы видим, что Павел говорит Тимофею о том, что учения или доктрины необходимы для спасения. Однако экуменическое движение расценивает доктрины как препятствия на пути к единству. С 1962 по 1994 год экуменическое движение приобретало все больший размах. К 1994 году католики, лютеране, методисты, баптисты и даже евреи обменивались церквями, синагогами и кафедрами. За этим было очень интересно наблюдать, потому что раньше ничего подобного не происходило. 1994 год стал пиком всего экуменического движения. 29 марта 1994 года было объявлено о соглашении, подписанном ведущими евангельскими лидерами, такими как Пэт Робертсон, Чарльз Колсон и Билл Брайт и некоторыми богословами римско-католической церкви. Главную мысль этого соглашения, подписанного католиками и протестантами, можно выразить следующими словами. Так как любой человек, исповедующий веру в Иисуса Христа, спасен, то католикам и протестантам не стоит обращать друг друга в свою веру. Подписание этого соглашения говорило о том, что нам нужно отбросить в сторону давнишнее доктринальное расхождение, потому что они препятствуют христианскому единству. информация о подписании этого документа появилась в выпуске газеты «Индианаполис Стар» за 30 марта 1994 года. Статья называлась так. Католики и протестанты сосредоточились на том, что их объединяет. Через два с половиной месяца, в июне 1994 года, Южная Баптистская Конвенция, крупнейшая протестантская организация в Америке, проголосовала за то, чтобы, несмотря на теологические различия, поддержать заявление о единстве с католиками. 17 июня 1994 года в газете «Индианаполис Стар» было написано так. Южные Баптисты сделали большой шаг к экуменизму. Они заявили, что рожденные свыше верующие могут быть во всех христианских динаминациях. Также они выступили за диалог с католиками. Статья называлась так. «Южные Баптисты с радостью принимают католиков». Речь идет о самой большой протестантской динаминации. В 1999 году экуменическое движение достигло высшей точки. Лютеране и католики подписали совместную декларацию по вопросу оправдания верой. В официальном сообщении говорилось так. «Это крупнокалиберное соглашение, завершающее достижение экуменического диалога, порожденного Вторым Ватиканским Собором, чуть было не сорвалось. Несмотря на то, что пресса называла его препятствием на пути экуменизма, и католики и протестанты благодарны именно кардиналу Йозефу Ратцингеру, главному эксперту в области догматической теологии, за то, что он спас эту декларацию и не дал ей умереть». Речь идет о человеке, которого мы знаем, как нынешнего папу Бенедикта XVI. Подписание заявления произошло 31 октября. Именно в этот день, много лет назад, Мартин Лютер пригвоздил свои 95 тезисов к двери замковой церкви в Виттенберге и тем самым начал протестантскую реформацию. Сердцебиением протестантской реформации было учение об оправдании верой. Теперь же лютеране и католики составили теологический документ, в котором они разрешили многовековые богословские противоречия. Таким образом, то, что послужило толчком к реформации, теперь отошло на задний план. Соглашение между лютеранами и католиками стало образцом для подражания. После того, как различия, которые привели к реформации, были убраны с пути, многие христианские динаминации начали считать другие христианские группы спасенными. Казалось, что экуменизм справился с поставленной задачей, поэтому было предложено от экуменизма перейти к межрелигиозному объединению. Давайте вспомним самое первое межрелигиозное собрание. В 1893 году в Чикаго состоялся первый всемирный парламент религий. Целью этого съезда было развитие гармоничных отношений между мировыми религиями и духовными общинами, что впоследствии окажет благотворное влияние на мир и институты, которые им управляют, и сделают жизнь справедливой, мирной и устойчивой. Этот съезд сильно опередил время, потому что в последующие 80 лет почти ничего не произошло. Однако в 1985 году Папа Иоанн Павел II сделал ошеломляющее заявление о том, что мусульмане и христиане поклоняются тому же Богу. Это произошло в августе 1985 года, когда Папа Иоанн Павел II по приглашению короля Хасана II посетил Марокко. Он стал первым Папой, который отозвался на приглашение религиозного лидера и посетил исламскую страну. Во время исторической встречи с мусульманской молодежью на стадионе Касабланка он подчеркнул, что мы верим в того же Бога, в единого Бога, живого Бога. Скажите, а так ли это на самом деле? Христиане верят, что Иисус – Бог, а мусульмане в это не верят. Христиане верят, что Иисус умер на кресте и что искупление возможно только благодаря голговской крови. А мусульмане даже не признают того, что Иисус умер на кресте. Однако Папа Римский закрывал глаза на все эти моменты и продолжал держать курс на объединение. В 1986 году Папа Иоанн Павел II организовал Всемирный День Молитвы. Он был уверен в том, что молитва объединит верующих людей. Эта идея была вдохновлена Всемирным Днем Молитвы за мир, который прошел в 1986 году в итальянском городе Оссизи. На это собрание, инициированное Папой Римским, пришли лидеры иудаизма, буддизма, синтаизма, мусульманства, зороастризма, индуизма, унитарианизма, традиционных африканских и индейских религий и многих других. Все они собрались под крышей базилики Святого Франциска и молились о мире во всем мире, вместе с католическими, православными и протестантскими лидерами. Похоже, что это событие было хорошо воспринято во всех кругах. И действительно, что плохого в том, что представители всех религий переступили через все барьеры и собрались для того, чтобы помолиться тому Богу, в Которого они верят. Прежде, нежели вы начнете одобрять всякое такое начинание, я хочу задать вам вопрос. Можете ли вы себе представить пророка Илью, посещающего межрелигиозное собрание вместе с пророками Ваала? Лично я не могу. Если вы изучаете Библию, то вы знаете, что Он не участвовал бы в таких мероприятиях. И тут возникает вопрос, кто не прав, или я, или современные христиане. Нам нужно разобраться с этим вопросом, чтобы не сбиться с пути. Пойдем дальше. В 1993 году в Чикаго состоялся очередной съезд религий, приуроченный к 100-летней годовщине Первого собрания Всемирного парламента религий. На этот съезд прибыли католики, протестанты, индуисты, мусульмане, представители иудаизма, сикхизма и беканства. В 1993 году Всемирный парламент религий учредил мировой этос, составленный видным католическим богословом Гансом Кюнгом. Мировой этос — это всемирный символ веры. Суть этого морального кодекса можно передать тремя выдержками из этого документа. Первое. Мы признаем, что общий набор сердцевинных ценностей есть в учениях всех религий мира и что именно они составляют основу мирового этоса. Второе. Уже существуют старые заповеди человеческого поведения, которые могут быть найдены во всех религиозных учениях и которые являются предпосылками для прочного мирового порядка. Третье. Во имя всеобщего блага мы должны отказаться от своих отличий и разногласий и начать проявлять сплоченность, связанность и единство. Отказаться от своих отличий и разногласий. От таких отличий, как уверенность в том, что Иисус — это Бог, что Он — Мессия, распятый на кресте. Спрашивается, кто же Бог? Аллах, Яхве или Брахма? Мировой этос призывает нас отказаться от своих отличий и разногласий. Почему? Ради всеобщего блага, ради утверждения всемирного правительства. Вот какие ценности лежат в основе межрелигиозного взаимодействия. Потом, в 1994 году, был опубликован первый обновленный католический катехизис. Мне было интересно узнать, как там будет описано отношение католической церкви к мусульманству. В статье 841 под заголовком «Отношение церкви с мусульманами» написано следующее. «Спасительный замысел также объемлет тех, кто признает Творца. Среди них, в первую очередь, мусульман, которые, исповедуя веру Аврамову, с нами поклоняются единому и милосердному Богу, который будет судить людей в последний день». Как видите, на основании католического катехизиса в план спасения включены мусульмане, только потому, что они утверждают, что поклоняются Богу Авраама так же, как и мы. Данная формулировка это не что иное, как гигантский шаг к объединению религий. Как-то в нашей радиостудии был интересный гость, Роберт Мюллер, сотрудник ООН с 38-летним стажем. Вот что он сказал мне во время беседы на нашей радиопередаче политика и религия. На данный момент мы застряли, мы не можем двигаться дальше, потому что для образования воистину мирового правительства мир должен объединиться духовно. Вот почему нам необходима организация объединенных религий. Каждый день политические лидеры проводят совещания в ООН, однако религиозные лидеры очень часто даже отказываются разговаривать друг с другом. Нам необходима организация объединенных религий. Когда через пару лет я услышал о том, что политические и религиозные лидеры были приглашены в Сан-Франциско на экуменическое богослужение, посвященное 50-й годовщине подписания Харти и ООН, меня это вовсе не удивило. Это богослужение произошло 26 июня 1995 года, ровно через 50 лет после подписания Харти и ООН. Ходом богослужения руководил епископ Уильям Свинг из Епископальной Церкви Благодать в городе Сан-Франциско. Среди приглашенных гостей были такие высокопоставленные лица, как генеральный секретарь Бутрас Бутрас Галли, принцесса Маргарет из Великобритании, архиепископ Дезмонт Туту из Южной Африки, польский президент Лех Валенца и много других высокопоставленных гостей. После этого экуменического собрания епископ Свинг решил начать работу по формированию Организации Объединенных Религий. В 1996 году он провел серию встреч. Он посетил таких людей, как папу Иоанна Павла II, епископа Дезмонта Туту, Далай-Ламу и мать Терезу. После проведения всех этих встреч он сообщил, что все лидеры восприняли его идею с огромным энтузиазмом. В 1997 году преподобный Свинг провел первую конференцию, посвященную написанию чернового варианта Харти Организации Объединенных Религий. В 1998 году прошла вторая конференция, посвященная составлению Хартии. Наконец, Хартия была полностью составлена. Проведение церемонии торжественного подписания состоялось в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Мне довелось присутствовать на этой церемонии. Я помню, как в режиме телемоста поступили поздравления от представителей ООН. Вместе с ними была женщина, исповедующая индуизм. Индуска приняла позу лотоса и начала молиться. ОМ! И весь зал за ней повторил. ОМ! Потом она произнесла громче. ОМ! И зал снова повторил за ней. Весь зал не переставал вторить ей. И тут меня осенило, что я являюсь свидетелем межрелигиозной молитвы. Это собрание окончилось еврейским трублением в Рок-Шафара. Это было удивительное событие принятие Харти организации объединенных религий. На следующем занятии мы рассмотрим, что Библия говорит об успехе или провале межрелигиозного объединения. Теперь мы узнаем, что это будет выглядеть. Субтитры создавал DimaTorzok